История усыновленного бельгийцами Женибека обнажила многие проблемы нашего общества. Такое мнение выразила известная телеведущая и журналист Камбат Дошан в интервью газете «Литер». Напомню, в минувшем году казахстанцы бурно обсуждали в соцсетях историю 22-летнего Эдди Жана, молодой парень уроженец Аркалыка. При рождении ему дали имя Женибек. В начале 2000-х годов его усыновила одинокая женщина из Бельгии, но судьба казахстанского мальчика на чужбине сложилась иначе. Большую часть детства мальчик провел в специнтернате, поскольку его приемная мать часто впадала в депрессию и лечилась в клинике. Спустя годы Женибек решился на поиски своих биологических родителей и приехал на историческую родину. Однако в Казахстане процесс затянулся, потому что вся история с рождением Женибека покрыта тайной, рассказывает журналист. Приемная мать Женибека предоставила нам электронную переписку с женщиной, через которую она установила мальчика. Она даже назвала сумму, которую за него заплатила. Хотя на тот момент, согласно закону о семье и браке, иностранцам разрешалось усыновлять казахстанцев при условии наличия полной семьи. Предоставление справок о состоянии здоровья в таком случае абсолютно бесплатно. Соговорка усыновить можно при наличии у ребенка диагноза о неизлечимой болезни. И вот ведь что интересно. Буквально незадолго до того, как Женибека забрали из детдома, в его медицинской карте появляется свежий диагноз – задержка психоречивого развития. Напомню, к поискам подключились общественники, а также сама Камбад Душан. Провели даже ДНК-тест с потенциальными родителями, однако результаты не подтвердили родство. Помимо этого, известный журналист предположила, что в те годы, возможно, иностранцам продавали детей. Наряду с Женибеком вели поиски биологических родителей и других усыновленных детей. Некоторые даже признали, что платили деньги, чтобы стать родителями. Кому-то из детей помогли найти настоящих пап и мам, но Женибеку пока сделать это не удается. Двое мужчин сдавали анализы, но ни одного из них не оказалось совпадения. Сейчас Женибек живет в Испании, работает в сфере туризма, обучает серфингу. Он очень любит лошадей, даже снял квартиру недалеко от канифермы, у моря. У них сохранились хорошие отношения с приемной матерью. В периоды ремиссии она приезжает к нему в Испанию.